Девятнадцати часов Не видно рядом ни по количеству финалов, ни по количеству побед. Великий клуб, что уж там говорить. И, казалось, такие самые классные времена остались в 60-х. А нет, возвращается уже в это десятилетие. Дважды Мадридский Реал берет кубок чемпионов. Много вопросов по Спартаку, естественно. Сейчас завтра совет директоров Спартака. Курбан Бердыев сейчас вообще в Израиле. И там, насколько я понимаю, как сообщает наш коллега Нобеля Рустамян, который, кстати, послезавтра доедет до нашего эфира, уже вплоть до Евро будет вместе с нами. И пока еще решение о своем будущем не принял. Как вы вообще видите это развитие событий? Вот мне, честно говоря, к нам приходил Виталий Кафанов, тренер вратарей Ростова. Говорил о том, что до четверга прошлого должны были принять вот эти выплатить деньги. Соответственно, на чем настаивает Курбан Бердыев. Ничего не случилось до конца. Деньги до конца не выплатили. По-прежнему все подвисло. Но, мне кажется, становится Бердыев дальше от Ростова. Ну, с учетом того, что прошла информация, да, что Бердыев, одно из условий его пребывания в Спартаке, это ему должны на трансферы выделить 150, ну, вообще, и на трансферы, и на выплату игрокам, там, и на выплату посредникам, там, 150 миллионов евро. Сумма, сумма очень серьезная. Во всяком случае, такая сумма, по-моему, никому из тренеров еще не выделялась. Не выделялась. Да, и поэтому, во-первых, потянет ли эту сумму Фидун, вот, а если потянет, то тогда... И вот та ситуация, которая сейчас в Ростове сложилась, а там ситуация финансовая очень тяжелая, ее так быстро, ясное дело, исправить было невозможно. Это все больше, вот, такое развитие событий, вот, говорит о том, что в Спартаке могут быть изменениями. Ну, а что касается Ростова, мне вот кажется, что раз такой высокий финиш, такое прекрасное выступление, как серебряные медали, путевка в Лигу чемпионов, не способствует, тем не менее, нахождению денег и стабилизации ситуации в команде, мне кажется, эту команду уже не изменить, и в следующем сезоне Ростов весьма вероятно ждет фиаско. Да, если вот такая ситуация будет, конечно, они занимают такое высокое место, выходят в Лигу чемпионов, а им зарплату не платят, ну, стабильно, да, вовремя. Потом, ясное дело, чтобы Ростову конкурентоспособным быть на следующий год, там, в Лиге чемпионов, да и не только в Лиге чемпионов, двигаться дальше в чемпионате России, то им тоже надо усиливаться, знаешь, то есть здесь должны быть дополнительные инвестиции, а таких денег нет. А если еще Бердыев уйдет, то представляете, что будет? Да, да, поэтому ситуация, ситуация очень сложная, и быстрее всего, вот с учетом того, что финансовая составляющая не меняется, а на этом в первую очередь настаивал Бердыев и правильно делал, то тогда ему нет никакого резона оставаться, потому что фиаско прогнозируемо. Да, вот такие вот грустные времена в Ростове, хотя еще расскажем, не будем раньше времени разочаровывать наших ростовских слушателей, безусловно, прекрасный бум такой полнейший был в Ростовской области футбольный, и битком матча на весенней стадии чемпионата России по футболу были, и до серебра дотянули, и все по делу, и классно, и интересно, в общем, было на что посмотреть, но весьма вероятно, без Курбана Бердыева и без нормальной политики в руководстве клуба это все останется лишь всплеском. Добрый вечер, уважаемые ведущие, Бердыева помимо Спартака еще в локомотив сватают слухи, нет, не слухи, сватают и в локомотив, и за границей у Курбана Бердыева целый ряд серьезных предложений, как, например, насколько я понимаю, турецкого трапзанспора. Прямо сейчас готовы сделать все, лишь бы он приехал работать главным тренером. Дим, ну он в Турции, во-первых, работал, и он турецкий чемпионат знает, и Караденец об этом говорил, и за ним, естественно, тоже следили, и ничего удивительного нет. Но вот, представляешь, я тебе на что хочу обратить внимание, если он требует вот такие инвестиции в Спартак, то это о чем говорит? Это говорит о том, что в том состоянии, в котором сейчас Спартак находится, и с теми игроками, которые сейчас у Спартака есть, да, и Бердыеву сложно будет решать задачи в чемпионате России, я уже не говорю о Еврокубках. Вот, поэтому не случайно. Вообще не затягивает ли Спартак? Вот, вы знаете, 31 мая, совет директоров, пока туда-сюда, ну, понятное дело, что две недели еще до возвращения команды есть, до чемпионата два месяца. Это знаешь, о чем говорит? Это говорит о том, что Фидун недоволен, а ли ничем. И они вот никак решения не могут принять, и оттягиваются, и как раз вот это затяжка времени и в пользу Бердыева говорит. И я еще напомню, что для Спартака сезон-то стартует раньше, чем для всех остальных. Вот этот вот уикенд, когда начнется у нас чемпионат России, напомню, сегодня утвердили календарь, ну, по крайней мере, по датам, по датам календарь утвердили, и первый тур будет уикенд, 29-е, 30-е, 31-е июля. Но, насколько я понимаю, Спартаку стартовать за несколько дней до этого, в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов, и к этому моменту, учитывая, как долго ждал Лиги Европы, конечно, да, как долго ждал Спартак возвращения в Европу, надо быть хорошо готовым. Да, и вот все вместе взятое говорит о том, что ситуация сейчас очень непростая. Да, действительно, следим за ситуацией в Спартаке, еще расскажем завтра совет директоров, и, конечно, в программе «100% футбола» его итоги мы полностью разберем. Реклама